Гнотисе Аутон – «Познай самого себя». Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале 20 века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова, изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацитурян на Первом медицинском канале. Казанский Дмитрий Борисович, доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией механизмов регуляции иммунитета НИИ «Канцерогенеза» Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Влохина Нездрава России. Тематика научных исследований профессора Казанского лежит в области исследований иммунно-регуляторных аспектов взаимодействия рецепторов Т-лимфоцитов с естественными и искусственными легандами, а также противоопухолевых вакцин, механизмов распознавания аллогенных опухолей, механизмов аутоиммунитета и технологий специфической иммунологической защиты. Профессор Казанский в студии «Медицина в контексте». Здравствуйте, Дмитрий Борисович. Некоторое время назад в нашей программе речь шла о биотерапии рака, о подходах, разрабатываемых и внедряемых в клинику, но так или иначе обращенных к природным возможностям иммунной системы. Сегодня мы расширяем тему, и речь пойдет в частности о придании организмам устойчивости к тем или иным патогенам или опухолям без вакцинации. В общепринятом значении этого слова, в общепринятом понимании. Дмитрий Борисович Казанский и его коллеги разработали технологию трансгенной иммунотерапии, о которой мы сейчас и узнаем. Пожалуйста, Дмитрий Борисович, вам слово. Спасибо. Я думаю, рассказывать об этой теме нужно начинать с АЗОВ. И кратенько посвятить всех, что такое специфический иммунитет. Вот здесь на картинке вы видите основного игрока, который выполняет функции специфического иммунитета. Это лимфоцит. Здесь мазок на стеклышке, специальным образом покрашенный, стандартным образом, который принят в гематологических клинических лабораториях. И представляет из себя, так сказать, этот лимфоцит, вот такую округлую клетку, почти весь объем которой, так сказать, занимает ядро. С таким узеньким, так сказать, ободком, так сказать, голубой цитопазма. Несмотря на то, что эти лимфоциты, так сказать, они внешние, значит, они никак не отличаются друг от друга, так сказать, они очень заметно, так сказать, различаются по функциям. Ну, предшественник у всех лимфоцитов, так сказать, является общий лимфоидный предшественник. Вот, а сами лимфоциты, так сказать, они образуются, значит, путем перестроек генов. Для Т-лимфоцитов, значит, которые образуются в тимусе, это перестройки генов токлеточных рецепторов, так сказать, там здесь показано, так сказать, там на схеме, вот общий план и смысл таких перестроек, так сказать, там из большого числа, так сказать, там кусочка ДНК. Случайным образом, так сказать, там собирается конструкция, да, которая будет кодировать специфический токлеточный рецептор. Вот, в одном Т-лимфоците он будет отметить одну структуру, так сказать, там в другом Т-лимфоците другую, так сказать, там в третьем третью, так сказать, эти клетки, они станут предшественниками так называемых клонов, так сказать, там Т-лимфоцитов. Вот, и есть другой путь, когда происходит перестройка не генов токлеточного рецептора генов иммуноглобулинов, вот, которые формируются, так сказать, там точно по тому же принципу. Вот, из множества, так сказать, там кусочков, так сказать, там собирается случайным образом, но в определенном порядке, так сказать, там конструкция, которая потом кодирует иммуноглобулиновые молекулы, так сказать, там, который Б-лимфоцит может секретировать, и, значит, там таким образом в организме, так сказать, там появляются антитела, так сказать, там в иммуном ответе. Вот, ну, в отличие, так сказать, там от Т-лимфоцитов, так сказать, там Б-лимфоциты, они, значит, там развиваются в костном мозге, вот, то есть там же, где присутствует общий лимфоидный предшественник. Вот, что происходит дальше? Неизбежно такие случайные перестройки, надо сказать, там приводят к тому, надо сказать, там, что появляются рецепторы, которые могут взаимодействовать с собственными тканями и структурами организма, то есть приводить к аутоиммунитету. Вот, и существует механизм, да, так сказать, там, который позволяет такие, значит, там аутореактивные, аутоиммунные клоны, надо сказать, там, устранить из общей массы клеток. Ну, вот в тимусе и костном мозге, да, вот, допустим, исходно, так сказать, там она существует, надо сказать, там множество, надо сказать, там разнообразных рецепторов, которые вот в виде, так сказать, там вот таких вот фигур, да, так сказать, там показывают некую возможность, да, или невозможность, так сказать, там провзаимодействовать со своим. И вот у нас нашелся клоун, у которого имеется полное соответствие собственному антигену, который взаимодействует с этим антигеном, слишком хорошо. Слишком подходит. Поэтому является опасным, потенциально аутореактивным и таким, который может разрушить организм. Но хорошо, что процесс дифференцировки и созревания клеток содержит стадию, на которой клетки очень чувствительны к этому сильному сигналу. И они на этот сильный сигнал отвечают программированной клеточной гибелью, апоптозом. Что интересно, в тимусе, где они созревают, существует так называемая медулярная зона, в которой содержится медулярный эпителий. И в этом медулярном эпителии работает регуляторный ген Эйр, который включает случайную экспрессию практически всех белков организма. Даже сугубо тканиспецифических и стадиоспецифических. То есть в медулярном эпителии тимуса можно обнаружить экспрессию, например, эбриональных белков, альфа-фетопротеина. Или кристаллинов, которые для глаза характерны. Либо какие-то специфические типы эпителия. Все делается для того, чтобы созревающие тимуфоциты познакомились со всем разнообразием того, с чем им предстоит потом встретиться в организме. И, соответственно, клетки, которые реагируют с ними, они устраняются из репертуара. И вот у нас из тимуса, из костного мозга, обоидные лимфоциты, выселяются в периферические лимфоидные органы. То есть они уже не содержат таких реактивных клонов. Ну или содержат тех, которые сумели по тем или иным причинам случайно обойти этот процесс. Что происходит в иммунном ответе? В иммунном ответе антиген среди всего многообразия клонов находит тот, у которого рецептор оптимальным образом подходит к распознаванию. Этот клон лимфоцитов активируется, начинает делиться. Образуются потомки с точно таким же рецептором. Поскольку все процессы перестройки до клеточного рецептора закончились, образуется множество клеток с такими же рецепторами. И вот они, собственно говоря, начинают осуществлять функции специфического иммунитета. И вот эта стадия, когда происходит наработка клеток клона, она достаточно длительна. Это то, что мы обычно при инфекционном заболевании видим как инкубационный период. Когда еще иммунной атаки нет, происходит размножение этих специфических клонов. Они еще не работают. Тем не менее, патоген продолжает существовать, наносить вред организму. Но до той поры пока эти лимфоциты приобретут достаточной силы для того, чтобы этот патоген устранить. И тогда все становится очевидным. Есть некоторые инфекции, которые и не дают такой возможности. И эволюция сейчас патогенных микроорганизмов приводит к тому, что появляются патогены микроорганизмов, развивающиеся очень быстро, до того, как разовьется иммунный ответ. Ну, ближайшие примеры, это хорошо всем известная лихорадка эбола, когда вирус разрушает клетки настолько быстро и рано, что собственный иммунитет не успевает сработать. Или бывают такие формы патогенов, которые от иммунной системы прячутся хорошо. Ну, вот как вирус герпеса, который попадает в нейроны, продолжает существовать, персистирует в ней, а по нему как иммунитет ослабевает, они образуют высыпания на тех областях, которые инобируют аксоны этих нервных клеток. Вот, собственно говоря, вот этот период, он заставил нас подумать, мы не можем ли мы пойти таким путем, чтобы миновать эту стадию поиска нужного клона, его размножения, а сразу попытаться создать готовую популяцию лимфоцитов, которые могли бы сразу вступить в борьбу с инфекцией. То есть, попросту, журналистки говоря, обойти инкубационный период, правильно? Обойти инкубационный период, обойти период специфического ответа или того периода, который необходим для того, чтобы, например, сработала вакцина. Потому что смысл вакцины в том же, на работе специфических клонов, на появлении повышенной частоты клеток памяти, которые потом смогут быстро бороться с этим ктогеном. Ну и, собственно говоря, актуальность проблемы очевидна, имеется новообразование, вот иммунная система, так сказать, играет там особую роль, поскольку выполняет функции иммунологического надзора. Вот эти мутации, которые образуются в клетках, они обычно распознаются иммунной системой. Постоянно. Да, процесс идет постоянно, но иногда некоторые клетки проскакивают в этот иммунологический надзор и потом приводят к росту опухоли. Инфекции до сих пор остаются достаточно весомой причиной смертности людей. Ну, недавняя история со вспышками хоратки Эбола говорит о том, что люди не вполне готовы к таким всплескам, к встрече с такими угрозами. А такие угрозы сейчас с ускорением перемещения людей из одной географической точки в другую, они становятся все более весомыми. Что сейчас делают для того, чтобы бороться с патогенными организмами вот так вот в обход иммунного ответа. Ну, хорошо известно в истории, что существовали такие методы пассивной иммунизации. Например, дефтерию удавалось лечить с сывороткой выздоровевших больных. Какое-то время пытались использовать антитела от различных видов животных, но потом с этой процедуры стали обращаться очень осторожно, когда увидели усиленный риск анафилактических реакций, которые вводятся при введении гетерологичных сывороток больным. Вот сейчас, так сказать, это различные варианты антител. Ну, например, моноклональных антител, индустрия которых, достаточно широко развита, существует. Значит, там их применяют и как диагностические, так сказать, препараты, и как лечебные. Но производство, так сказать, достаточно дорого, так сказать, курсы терапии, так сказать, обходятся, так сказать, иногда, так сказать, сотни тысяч, так сказать, а не рублей, так сказать, а долларов, остается, так сказать, достаточно недоступным. Или так... Труднодоступным. Труднодоступным, да, так сказать, этот способ лечения. Вот. Сейчас, так сказать, получает распространение, значит, там такая вещь, как биомедицинский клеточный продукт. Вот. И лечение, так сказать, различных заболеваний, так сказать, можно в организм, так сказать, вводить клетки, модифицированные, так сказать, там тем или иным образом, так сказать, для того, чтобы они либо способствовали излечению заболеваний, так сказать, давая какой-то недостающий компонент организму, вот, либо, так сказать, там это могут быть, так сказать, там, лимпоциты, или это лимпоциты, содержащие генетическую конструкцию, например, химерные антигенные рецепторы, или кара, как их сейчас называют, которые при взаимодействии с каким-то опухолевым антигеном будут клетки, несущие этот антиген, устранять. Либо, как биомилицинские клеточные продукты, могут использоваться, во-первых, различные варианты, экспрессирующие растворимые моноглобулины, то есть те же антитела, или цепи доклеточного рецептора. Сейчас основной проблемой развивается планирование генов, иммуноглобулинов и доклеточных рецепторов. Почему в клетках у вас присутствует конкретное сочетание конкретных цепей, при попытке это выделить из большого числа клеток, у вас оказывается трудно идентифицировать смесь большого количества продуктов. Перебрать которую постоянно и найти активные варианты, которые работают между собой, это работа не очень продуктивная. Поэтому выбор оптимальных кандидатов требует либо длительной процедуры клеточного клонирования, то есть вам нужно получить один клон лимфоцитов, в котором идентичны все рецепторы. Технически это можно сделать, но далеко не всегда. Потому что иногда трудно подобрать источник энтигена, рестимуляции этих клонов. Процедура очень сложная, капризная, долгая, может занимать до нескольких месяцев и даже года. Прежде чем выстрелить новый клон и достаточное количество клеток, для того чтобы идентифицировать и расшифровать структуру его рецепторов. Либо приходится из сложной популяции клеток выделять одну из этого одного лимфоцита чисто химическими методами амплификации. Амплифицировать последовательности клеточных рецепторов или моноглобулиновых рецепторов. Но нет способов одну клетку выделить, зная, что она четко обладает именно той функцией, которая вам нужна. В этом иммунном ответе у вас и присутствуют неспецифически активированные клоны, и те, которые случайным образом попутно активировались. Специфическая часть составляет очень небольшой процент. Работа требует значительного времени и материальных затрат. Что же, собственно говоря, происходит при иммунном ответе? Ну, вот здесь вы видите, в виде таких вот шариков с рецепторами разного цвета. Разные рецепторы. Изображены разные рецепторы, разные клоны лимфоцитов. Ну, вот опухолевая клетка, которая несет специфический антиген. Значит, она находит именно тот клон, который распознает этот антиген. Этот клон, так сказать, начинает размножаться. После ряда делений, значит, он приобретает так называемые эффекторные свойства, так сказать, способность эту клетку уничтожать. И вот, так сказать, клетки этого клона, значит, они приводят к элиминации опухолевых клеток. Ну, а часть, так сказать, таких вот активированных клеток, она образует клетки памяти. То есть, некий избыток, да, такой существует, образуется? В процессе иммунного ответа, так сказать, этот избыток образуется. Но он потом, так сказать, компенсируется достаточно быстро. Когда антигена нет, так сказать, большая часть этих эффекторов погибает. Погибает. Долго времени были предметом интереса, так сказать, в нашей лаборатории. Вот. И нас интересовало, так сказать, именно то, значит, каким образом специфичность рецептора диктует, так сказать, появление этих свойств. Вот, значит, и, так сказать, к чему мы пришли? Вот, значит, в процессе 20-летних трудов мы, так сказать, обнаружили неожиданную вещь. Вот, оказывается, что это клеточный рецептор. Есть это клеточные рецепторы, специфичность которых, значит, он определяет, значит, там исключительно альфа-цепь. То есть, вне зависимости, значит, от того, значит, там с какой бета-цепью, значит, там соединится эта альфа-цепь, на этот клеточный рецептор будет работать, так сказать, там так, как нам надо. Вот, и оказалось, что среди клеток памяти, так сказать, там процент таких т-лимфоцитов, на каких-то клеточных рецепторов достаточно велик. То есть, получается, примерно, значит, там один из пяти. Вот, что это означает? Вот, это означает, так сказать, там, что все, значит, нам не нужны процедуры клеточного клонирования. Нам не нужно тратить, так сказать, там многие месяцы, так сказать, на идентификацию конкретных сочетаний альфа- и бета-цепей. Мы, так сказать, там можем достать специфические альфа-цепи, отклонировать гены, да? И, так сказать, там проверить вот эти альфа-цепи, так сказать, там они дают биологический эффект, так сказать, там или нет. Ну вот, и вот, собственно говоря, так сказать, там такое стало, так сказать, там наша процедура. Вот здесь вот представлен т-лимфоцитонера, так сказать, там, у которого имеется вот такая, так сказать, там красненькая цепь, которая способствует, так сказать, био-взаимодействию, так сказать, там с неким антигеном. Вот, что мы делаем, так сказать, там мы, значит, там с помощью искусственных вирусных конструкций ген, который кодирует эту цепь, вносим в другой лимфоцит. Вот, конструкция вируса, так сказать, там предполагает, так сказать, там, что это ДНК, значит, там интегрируется, значит, там ДНК рецепиенской клетки. Ну, вот здесь показана вот эта вот рецепиенская клетка, у нее имеется какой-то свой, так сказать, там троклеточный рецептор, да, который взаимодействует с каким-то другим инцидентом. Вот, что происходит, значит, там после того, как мы перенесли трансгенную цепь в него? Она начинает экспрессироваться, да, и в результирующем, так сказать, там Т-лимфоците, вот, у вас получается вот такая, вот, так сказать, там гембридная клетка. Ну, то есть трансгенный лимфоцит, в общем. Трансгенный лимфоцит, у которого сохраняется собственный рецептор, да, А трансгенная цепь, да, так сказать, там начинает соединяться, так сказать, там с бета-цепью... Которая у него есть. ...рецепиенского лимфоцита. Вот, но поскольку она, так сказать, там никак не влияет, так сказать, там на связывание антигена, так сказать, там у нас получается, что вот такой вот результирующий-то лимфоцит, так сказать, он начинает работать в иммунном ответе. Может быть, имеет смысл слегка вернуться к началу этого слайда, для совсем не специалистов альфа- и бета-цепи, собственно, это... У белков есть альфа- и бета-цепи, а рецепторы это белки. Это, я прошу прощения у тех, кто знает, что это такое, но, может быть, кто-то будет смотреть на Ютьюбе и не знает, просто вот такая сноска такая, извините, продолжайте, да. Вот. Вот, и, так сказать, там, что же нам, собственно говоря, так сказать, удалось сделать? Ну, во-первых, так сказать, там, то, с чего, собственно говоря, началась. Это захватывающе интересная работа. Вот. Мы, значит, там, попытались сделать трансгенных мышей. Вот. Значит, и внесли, так сказать, в геном, так сказать, вот здесь показано, что это делается вот путем такой вот микроинъекции в оплодотворенную яйцеклетку, да, так сказать, там, ДНК, значит, там, кодирующий нужный рецептор. Вот, и ДНК, так сказать, там, встраивается, значит, там, в процессе, значит, образбитие эмбриона мыши в клетке, да, получается, трансгенные животные, так сказать, там, у которых, ну, практически в каждой клетке, так сказать, там, присутствует, так сказать, там, ген реалранжированного альфа-цепи, да, так сказать, там, клеток памяти. А в данном случае какие гены вы клонировали, вот, с чего начинали? Вот, значит, начиналось, так сказать, от памяти, значит, там, специфично к антигену лимфомы. Лимфомы, да. Дальше получали токлеточные гибридомы, так сказать, там, для того, чтобы получить бессмертные потомки лимфоцитов, чтобы была возможность их отклонировать, да, клонировали, так сказать, там, эти токлеточные гибридомы, смотрели, как они отвечают на антиген, вот, из этих гибридом, так сказать, там, доставали, ну, молекулярно-биологическими методами гены альфа- и бета-цепи, вот, дальше эти гены альфа- и бета-цепи, искусственным образом, так сказать, там, с помощью, опять же, так сказать, там, вирусных конструкций вносили в клеточную линию, которая не экспрессирует токлеточного рецептора, да, и смотрели, так сказать, там, появляются ли, так сказать, там, в такой-то специальной линии, так сказать, там, свойства исходного токлеточного рецептора и сохраняется ли специфичность к антигену. И вот в данном случае, да, так сказать, там, речь идет, так сказать, там, о рецепторе, так сказать, там, в котором на всех стадиях, так сказать, там, это все сработало, так сказать, там, мы получили, так сказать, там, четкие, так сказать, там, последовательности гена альфа- и бета-цепи, да, и, так сказать, там, именно с ними, так сказать, там, стали делать трансгенных животных, вот. И вот при внесении, так сказать, альфа-цепи, так сказать, там, мы получили, так сказать, там, очень интересный эффект. Если мы, так сказать, мышам данной линии, которую мы использовали, мы вводим лифому Е4, она какое-то время у мышей дикого типа размножается, потом отторгается. Это комбинация, в которой лифома имеет, в общем, относительно слабые отличия от мышей, к которому она вводится. То есть иммунный ответ на нее возникает. Но полностью устранение этой лимфомы происходит только где-то к 12-му дню, между 10-м и 12-м. Когда мы посмотрели, как этот процесс происходит у трансгенов, оказалось, что у трансгенных мышей, над которых присутствует вот это внесенная, так сказать, юноинженерным способом альфа-цепь, на третий день, да? На третий день, так сказать, там клеток лифомы уже нет. К шестому дню, так сказать, там, когда у дикого типа, так сказать, максимально, вот видите, здесь пробирочек, так сказать, там показаны смывы из притониальной полости. Вот это из мышей дикого типа, так сказать, это, видите, мутная жидкость, да, так сказать, это асцитная опухоль, так сказать, там, которая размножилась в притониальной полости. И вот, так сказать, там, при промывании, да, так сказать, мы достаем вот такой вот мутный раствор из нее. Вот. А рядом пробирочка, так сказать, там тот же самый смыв, так сказать, там, вот с притониальной полостью трансгенной мыши. Знаете, когда этот результат получился, я был просто счастлив. Вам вообще представить. Когда невооруженным глазом, так сказать, там, глядя на пробирки, так сказать, там, ты видишь, так сказать, там, разницу в эффектах, вот, это невероятное удовольствие. Это не могло не впечатлить в фон перспективных исследований. Ну вот. Ну а справа, так сказать, там, более объективная картина, вот, которая показывает уже, так сказать, там, исследования на приборе, так сказать, там, вот этих вот асцитных жидкостей. Здесь это то, что у мыши дикого типа, так сказать, там, это клетки, которые экспрессируют, так сказать, там, антиген, так сказать, там, лимфомы, так сказать, там, которые распознаются, вот эти клетки в асците составляют 91%. Вот. А здесь, так сказать, там, то же самое, значит, там, у трансгенной мышки. Вот. 9 сотых процентов. То есть, это, так сказать, там, на уровне, так сказать, там, ошибки анализа. Получается, что мы создали мышь, у которой с рождения, значит, там присутствуют клетки памяти, способные уничтожать лимфомы. А почему, собственно говоря, мы, так сказать, там, не попытаться делать то же самое с инфлекционными патогенами? Принцип-то тот же самый. Принцип-то тот же самый, да. Вот. И вот, так сказать, в процессе работы над проектом, который нам поддержал, так сказать, там, фод перспективных исследований, так сказать, там, мы занимались идентификацией вот таких вот доминантных, так сказать, там, альфа-цепей. Вот сейчас, так сказать, там такое, есть уже название, так сказать, там, вот таких так различных рецепторов, которые появились буквально 2 или 3 года назад. Эти рецепторы, значит, назвали цепицентрическими. Чейн-центрик. Вот. Назвала их, значит, там, японская группа, так сказать, там, группа японских ученых, которые работают в Канаде и которые, значит, там, чисто комбинаторным путем, так сказать, обнаружили, значит, там, похожие эффекты у, так сказать, там, так различных рецепторов. Вот. И обнаружили такую же вещь. Вот у нас, так сказать, там, как раз, так сказать, там, шла работа, так сказать, там, над этим проектом. Ну вот, значит, в чем состояла попытка использовать вот эти трансгенные альфа-цепи в ответах на инфекции? Ну, во-первых, так сказать, там, мы подобрали инфекционные микроорганизмы, мы, значит, там, которые, в общем, для мышей смертельны, на, так сказать, там, это сальмонелла, так сказать, глистерия. Посмотрели, как мыши, так сказать, там, тех линий, так сказать, там, с которыми мы работаем, отвечают, так сказать, там, на разные дозы патогена. Вот. Как провели, так сказать, там, характеристику инфекционного процесса, так сказать, там, определили, так сказать, там, летальные дозы, так сказать, там, для животных. Вот. И, соответственно, исходя, так сказать, из этих летальных доз, так сказать, там, определили иммунизирующие дозы, так сказать, там, при которых, значит, там, мыши остаются живы. выживают, и у них развиваются клетки памяти. Дальше в культуре инвитро эти клетки памяти активировали опять антигеном, в контроле не активировали антигеном, и провели процедуру глубокого секвенирования этих образцов. И вот здесь, справа на табличке, там показано применение метода высокоэффективного секвенирования и тех баз данных, которые получаются в результате такого анализа. Дело в том, что физически это было бы сделано совершенно невозможно, прибор способен проанализировать одновременно до сотен тысяч разных последовательностей, которые присутствуют у вас в растворе. И соответственно, по увеличению частоты одних вариантов другими в иммуном ответе, мы могли предполагать, что вот эта альфа-цепь, она участвует в иммуном ответе. Ее частота увеличивается. дальше, да, так сказать, можно отклонировать ген. Этот ген, да, так сказать, можно либо ввести, так сказать, амбооцит оплодотворенный для того, чтобы создать мышей генетически устойчивых к этой инфекции, вот, либо, да, так сказать, мы можем вставить, да, так сказать, этот ген, тоже используя процесс ретровирусного переноса, лимфоциты, значит, там животных, которые этого гена не содержали. И вот здесь, собственно говоря, так сказать, там показано, вот из мышки выделяются лимфоциты, так сказать, там эти гены вносятся туда, вот, и вот такие уже трансгенные клетки, значит, там вводятся обратно мышки. Вот, и вот это, собственно говоря, процедура, так сказать, там приводит к тому, что у мыши возникает состояние иммунологической защиты. Вот, и вот мы проверили, так сказать, там оказалось, что такая вот процедура переноса гена, она работает и вот с этой идентифицированной нами альфа-цепью, которая против лимфомы, вот, и, значит, там примерно с 20%, так сказать, там вариантов альфа-цепей, идентифицированных, так сказать, там в ответе на сальмонеллу, так сказать, там и в ответе на листерию. Ну, вот, собственно говоря, с этим весь показано, как с различными, так сказать, дозами лимфоцитов, так сказать, там перенесенных уменьшается, так сказать, там обсемененность органов. Ну, 20%-вот никак оцениваются, в общем, так относительно идеала. Это хорошо, это хорошо, это хорошо. Потому что, понимаете, одно дело, так сказать, там когда специфический лимфоцит, так сказать, там у вас составляет, одну клетку на тысячу или на сто тысяч. А здесь каждая пятая фактически. А здесь каждая пятая. Понимаете, получается, что это некий ранее неизвестный способ взаимодействия клеток с антиеном. Во всяком случае, такой достаточно защитный процесс таких-то клеток, который определяется одной цепью. И вот получается, что такая цепь позволяет очень сильно интенсифицировать и ускорить процедуру. Интересно, то есть можно клонированием дифференцировать цепи? Для бета-цепи один вариант, для альфа-цепи другой, так получается? Знаете как, мы особо на бета-цепи не замахивались, по какой причине. Если мы делаем трансгенных животных с бета-цепями, то у бета-цепей существует механизм молильного исключения. Когда в т-лимфоците появляется трансгенная бета-цепь, прекращается реанжировка собственных генов. То есть такие мыши были лишены собственных бета-цепей и рецепторов. с альфа-цепями у них все будет порядок. Обычно, когда читаешь, клонировали ген, ген такого-то белка, но белок и белок, ты не задумываешься о том, какие там цепи за всем этим стоят, и какая там драма отбора цепей. То есть это не всегда, видимо, это критично. Из биологии лимфоцитов это известная вещь. Ведь, казалось бы, трансгенными рецепторами и мышами с трансгенными рецепторами занимаются исследователи очень давно. А почему, собственно говоря, это не используется широко на практике? Ну, вот именно потому, что вы вставляете ген бета-цепи, и в результате в вашем разнообразии замечательных Т-лимфоцитов оказывается иновариантная болванка в каждом рецепторе, который у вас сужает вероятность распознавания антигенов. Мыши оказываются иммунодефицитными, иммунные ответы у них развиваются хуже. То, что вы сделали, вообще-то фундаментальная вещь такая на самом деле. Очень интересно. Я не буду произносить слово Нобель. Если бы теперь, так сказать, это было также признано научным сообществом. Нет, потому что это действительно фундаментальный вопрос. Да. Ну, вот по мышам, так сказать, трансгенам, значит, там наша статья, она буквально несколько месяцев назад опубликована в журнале OncoTaget на английском языке. И вот, так сказать, там издают, так сказать, наши соотечественники Андрея Гудков и Михаил Благоскладный. Вот, журнал очень хороший, так сказать, там он, так сказать, пошел, так сказать, в рост и по количеству принимаемых статей, вот, и по цитированию. Вот, ну, будем надеяться, так сказать, там, что судьба этого журнала, так сказать, там дальше сложится хорошо. Ну, вот. Ну, вот здесь, так сказать, там на слайде, значит, там показана, значит, там общая схема. Да, собственно говоря, так сказать, там как-то, так сказать, там все происходит. Да, значит, исходно, это иммунизация животных, да, выделяются, значит, там-то клетки памяти, значит, они рестимулируются инвитро, обогащаются в процессе этого ответа. Вот. Дальше проводится процедура высокоэффективного секвенирования, так сказать, там идентифицируются гены до клеточного рецептора, да, и проводится клонирование полноразмерных генов, вот, для получения, так сказать, там банка. Вот. Дальше эти разные варианты, так сказать, там вводятся в лимфоциты, да, и отбираются те варианты, так сказать, там, которые обеспечивают вот это доминирование, так сказать, там альфа-цепи над бета-цепи. Вот. И все, так сказать, проблема решена, так сказать, там дальше, вот, при стимуляции специфичным эти гены, так сказать, можно понять, так сказать, эти альфа-цепи работают или нет, да, а дальше вы можете трансгенные клетки вводить непосредственно животным, вот, и проверять, так сказать, их устойчивость патогеном приобрели и и автоской там или не приобрели вот и какие за цепей работают и при этом вы располагаете неким арсеналом таким вот ассортиментом скажем я думаю таскать там же эти арсенала несколько этом со времени будут расти но особенность таскать там ты лимфоцитов начнем такова таскать там что их применение таскать а возможно только при персонализированной терапии могут в силу как раз антигенов без совместимости нас к это многообразие аллели таскать а машина вот но сейчас даст к этому процедуру она приобретает такую форму нас к этому что ее реально таскать там провести в течение того времени пока пациент не умер ну вот значит в результате на таскать там проекта который мы выполняли таскать там сводом перспективных исследований на таскать там удалось создать таскать там банки токлеточных рецепторов вот получить таскать то выпить трансгенных мышей исследовать таскать то вы достаточно глубоко вот отработать системы значит там вирусной доставки генов в клетки вот и привести таскать там довольно значительный кусок доклинических исследований ну он если там почему это важно ну потому что сейчас таскать там биомедицинский клеточный продукт таскать там их начинают не дать практику одновременно происходит совершенствование нормативной базы таскать там их использование и таскать там порядок на таскать там проведения испытаний которые бы показали их эффективность и безопасность вот ну вот лимпоциты значит а мы исследовали на таскать там на оценку таскать проводили оценку физиологического состояния животных надо сказать проверяли острую токсичность иммуно токсичность и аллергенность иммуногенность туморогенность формах кинетику вот тоже была так это не стандартная задача на сказать там поскольку единственный так этом способ идентифицировать вводимый агент на таскать то в организме это пцр в реальном времени вот ну так этом тем не менее так это мы прошли на проблему вот что впереди таскать там предстоит вот но впереди предстоит на таскать там заняться плотнее таскать там так лечными рецепторами человека то есть теми которые таскать там отвечают на опухолевые клетки вот потенциально например таскать это могли бы быть больные находящиеся в состоянии ремиссии при ней меланоме то есть тело которая таскать там меланома на скайтом а трансформируется таскать там витилиго могут скатого вода с клетками памяти которые так это смогут лечить вот ну еще один путь который мы предполагаем но неизвестно сработает или нет нас к этому попытаться получить то клеточные рецепторы человеческим опухолем а в ксеногенной системе у мушей вот ну там возникает таскать там ряд проблем вот которые требуют создание дополнительных так это моделей нас к этому животных там экспрессирующих человеческие молекулы вот или клеточных линий вот для того чтобы это сказать получить получить ближайший аналог человеческим рецептором инвива такие процедуры гуманизации с китом тех компонентов таскать там с которым мы работаем вот основное препятствие да сказать этого то что мы же не можем наскать там проиммунизировать человека да то скайтом опухолью таскать там для того чтобы потом то скайтом не вызвать необходимые то лимфоциты вот приходится искать обходные пути вот ну дальше да скайтом это получение характеристика значит там противопухолевого биомедицинского клеточного продукта на скайтом проведение дополнительного циклах начнем доклинических исследований и переход клиническим естественно после на скайтом получения разрешения мистрова работу с такими продуктами вот если сравнивать таскать там с теми подходами которые на применяются сейчас о чем в начале вот я сказала да ну значит что хочется сказать в первую очередь нас к этому что те которые начнут пробиваются сейчас нас к этому они в общем-то относительно не на вы то есть работа по ним таскать там начались счет с к этому есть 15 15 лет назад прошлом году далее все стало на слуху ингибиторы контрольных точек на скайтом но это антитела на что проблемы какие что требуется достаточно длительные курсы лечения вот антитела на скайтом для введения больным на то скайтом они очень дорогие еще одна проблема то скайтом то что биодоступность скайтом антитела очень невысока на скайтом все-таки крупные молекулы на скайтом порядка 150 килогольтон который не очень хорошо на скайтом попадают сольные опухоли нас к этому или в тех ситуациях когда опухоль локализована в кости вот или где-то в тканях то скайтом достаточно глубоко мигрирует эти тела через ткани очень трудно и наверное еще проблемы с кем-то энцефаллическим барьером визуально да ну то есть в общем как-то скайтом все барьеры скайтом они окажутся скорее всего скайтом непроходимым препятствием ну еще одна проблема такая что это все-таки не специфический механизм действия нас к этому не битров контрольных точек они стимулируют и скайтом все иммунные ответы которые в организме имеется то скайта в данный момент вот а это собственно говоря то скайтом является то скайта в риском развития увеличивает риск развития аутоиммунных заболеваний вот другая технология начнем которая ну скажем так в общем более продвинута на скайтом более может быть интересно в данный момент дата скайта может использоваться с которым только против ну так называемых опухоли ассоциированных мишеней что это такое вот это некий то скайтом общий маркерные белки на скайтом которые могут содержаться так сказать в опухоли в определенном проценте это скайтом опухолевых клеток вот но беда в том то скайтом что это нормальные белки на скайтом а вместе с скайтом с опухолевыми клетками скайтом они будут уничтожать и клетки нормальные вот это скайтом становится реальной проблемой например при лечении начнем б-клеточных лимфом потому что вместе с клетками б-лимфом на скайтом устраняются клетки участвующие в моральном ответе иммунном вот и таскайтом есть таскайтом риск подавления иммунитета вот точно также аутоиммунных реакций на скайтом под до таскайтом ретальных исходов дальше там карты а значит там чем они таскайтом еще не очень хороши это тем что представляют собой абсолютно искусственные конструкции которые организм не видел вот на них таскайтом легко индуцируется иммунный ответ вот стало быть на скайтом эта процедура становится достаточно скоро неэффективный на скайтом после нескольких введений вот ну и вот так сказать там для сравнения так сказать у нас трансгерная иммунотерапия вот который мы используем на скайтом токлеточные рецепторы на скайтом который является естественным таскайтом средством защиты таскайтом организма вот и присутствует на т-лимфоцит вот действует по всей видимости будут и против опухоли ассоциированных мишеней и против опухоли специфических но под опухоли специфические имеется ввиду что те которые создаются мутациями приводит к изменению генетического кода к изменению структуры белка с к этому экспрессируемого те которые так сказать это может распознать иммунная система ну сейчас это носит название него антигена вот ну побочные реакции как мы полагаем они будут отсутствовать поскольку вероятные аутоиммунные клоны нас к этому нас будут так сказать в процессе отбора устраняться потому что мы там будем видеть так это где-то специфическая реакция где она не специфическая соответственно а вот реактивный клонок к этому должны отсеяться и эффективность этой процедуры возрасти вот ну и по трудоемкости доска это мы полагаем так сказать там что это будет наверное так сказать там подешевле так этом чем процедура с когда мы с использованием карте но все равно скажем так не три копейки да да но все перспективе начнем это будет видимо с к этому становиться легче нас к этом когда появится достаточно большой скритом банк токлеточных рецепторов которые используются против то скритом или инфицированных антигенов то спитом при четких патологиях нас когда в привязке к разнообразию ошеля человек новый пациент на скритом которого мы с к этому той же патологии начнем которого будет то скритом экспрессии допустим близкого то скритом спектра молекул ашеля на скритом он уже сможем на скритом выбирать для него на то скритом вариант рецептора который с высокой степени вероятностей то есть какие-то этапы выпадают это удешевляет процесс да да по идее да ну вот собственно говоря то скритом это то что я хотел рассказать спасибо митя боевич верните пожалуйста предыдущий слайд я хочу вас спросить о патентной стороне вот на фоне всего вот этого а патентной стороне вашей работы патентная защита есть нет в какой стадии как как вы собираетесь вот на этом фоне выживать а в мире ну на самом деле нас к этом ситуация очень интересная начнем с патентной защиты когда мы исследовали это скрытому зарубежный патент вот обнаружили один значит там поданный если не ошибаюсь какой-то малоизвестной бельгийской группы которая запатентовала на этой почве буквально все идентификацию цепи это клеточного рецептора все процедуры начнем клонирования все процедуры то сказать о возможной гуманизации значит на приближение с к этому человеческой структуре но одного они не учли что работать может на таскетом единственная альфа-цепи рецепторы вот и вот это собственно говоря так это позволило нам здесь приоритет точно за и буквально до таскетом на днях да таскетом ваш патент текст его таскета был опубликован фипсом отлично я вас поздравляю эту большое дело но пока в европу в америку пока вы не выходит или какая процедура вообще расширение покрытия я просто не знаю видите как сейчас многое будет зависит от того как сообщество отреагирует вот на эту возможность ускорения интенсификации и таскетом насколько будет положительное мнение даст к это при попытках воспроизведения до процедуры ну интересных к этому тех людей которые с этим занимаются он возникает нас к этому очевидно посмотрим желаю вам удачи спасибо спасибо